Думаю, что мы бы сошли с ума, если бы не занимались музыкой. Это то же самое, как и много лет назад, когда я был очень молод, и вся моя жизнь вращалась вокруг музыки. Даже когда мне было 13, я разносил газеты, чтобы накопить денег и купить синглы. А когда у меня появилось чуть больше денег, то я уже покупал целые альбомы. Я тогда работал в продуктовой лавке. И сегодня то же самое, особенно после пандемии. Из-за нее мы долго сидели без работы, и это был первый случай, когда мы 6 лет не выпускали новый альбом. К моменту его выпуска пройдет 6 лет. Так что мы бы действительно сошли с ума, если бы мы не занимались музыкой. Да, прошло много лет, с тех пор, как мы в последний раз выступали в июле 2018 года. Так что мы сейчас находимся в предвкушении. Многие люди думают, на что бы они потратили свое свободное время, если бы оно у них было в излишке. А я, когда был молод, покупал журналы с текстами популярных песен из хит-парадов. И когда я разучил несколько гитарных аккордов, то сидел и подбирал их к этим самым песням. И это то, чем я занимался большую часть своей юности. Может быть, это все и помогло мне в сочинении своих песен. Да, я думаю, что Дэйв и я стали ближе, потому что нас осталось только двое, и нам нужно поддерживать друг друга, и это стало вполне нормальным и естественным. В целом, конечно, мы скучаем по Энзе, но я думаю, что нам нужно сохранять спокойствие и двигаться дальше. Может быть, отчасти это и вызвано пандемией, а может и тем, что мы становимся старше. Это нас больше беспокоит. Я имею в виду, что меня особо не парило, когда мне стукнуло 58. Не волновался я и в 59, но в 60 я почему-то подумал, «Окей, одной ногой я уже в могиле». 60 — это уже много. Мы работаем с продюсером Джеймсом Фордом, который делал с нами альбом «Спирит», а также со звукоинженером Мартой Салони. Это новый для нас человек. Да, всегда приятно выступать в Испании. Публика всегда хорошо нас здесь встречает. Мы провели много времени в Испании, а однажды записывались в Мадриде. Здесь было довольно весело. Серьезно? Мы даже как-то и не думали об этом. Я думаю, что после смерти Энди для многих людей было бы естественным, чтобы Аллан вернулся в группу, но Аллан — живой человек, и он сам ушел в 95-м году. Это было так давно. Я думаю, что мы были полными безумцами в 90-х. И это была одна из причин, почему Аллан от нас ушел. Ну, окей, сейчас мы гораздо спокойнее и разумнее. Мы фокусируемся на музыке. Вы стали мудрее. Хотелось бы в это верить. Подписывайтесь на мой ютубчик MaxSchellenberg101, добавляйтесь в ВК MaxSchellenberg, и смотрите новые видосы о группе Дипешмод. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!